Что, черт возьми, произошло с постерами фильмов и с обложками в целом? Раньше на постерах были великолепные произведения искусства, которые привлекали наше внимание. Даже у старых видеоигр были эти удивительные вручную нарисованные обложки, но сейчас все, что мы получаем, нахмуренный парень с оружием в руках, или новый тренд, страдающий запором суперзвезда спорта. Хотя сегодня я не буду обсуждать обложки видеоигр, я сосредоточусь на постерах фильмов и на том, насколько ленивыми и общими они стали. Но имейте в виду, я не собираюсь говорить о качестве фильмов, а только про арты, которые используют, чтобы продавать кино. Раньше постеры фильмов были тем, что привлекало ваше внимание, цветные вставки, выделяющийся дизайн, либо они просто круто выглядели. Взгляните на оригинальный постер Пятницы 13-го, силуэт убийцы с лесом, заполняющим тело и группой потенциальных жертв. И слоган, их предупреждали, их прокляли, в Пятницу 13-го их ничто уже не спасет. Зловещий, жуткий и уникальный. Что же они делают с постером ремейка? Джейсон Вурхи, стоящий в лесу со слоганом «Добро пожаловать в Кристал Лейк». Теперь складывалось мнение, что они хотели сделать ребут серии для новой аудитории, но потенциально новая аудитория никогда не слышала про Пятницу 13-го, не говоря уже о том, что она не знает, что такое Кристал Лейк или кто этот парень. Аналогичная проблема была с плакатом «Кошмара на улице Вязов». У нас есть оригинал, на котором так много привлекающих взгляд элементов, против постера ребута, где Фредди просто стоит. Вместо того, чтобы придираться к отдельным плакатам весь день, позвольте мне сосредоточиться на худшем из худших. Вот некоторые из наиболее распространенных стилей постеров на сегодня. Первый большой пример — синий и оранжевый. Любой графический дизайнер скажет вам, что если вы возьмете два цвета с противоположных концов цветового круга, они дополнят друг друга. Зеленый и красный, желтый и фиолетовый, и, конечно, синий и оранжевый. Сейчас зеленый и красный отлично подходят для чего-то рождественского, но синий и оранжевый работают практически для всего. Контрастный цвет действительно заставляет выделяться. Проблема в том, что это такая общая тема, особенно среди летних блокбастеров. Сейчас у нас есть несколько фильмов, выходящих в одно и то же время с постерами в одном и том же стиле. Даже список фильмов онлайн или в магазине. Все выглядят одинаково. Неудивительно, что людей дурачат фильмами студии Асайлум. Далее идут постеры с гигантскими блуждающими головами. Я понимаю необходимость продвигать свой фильм за счет звезд, но это просто лениво. Вы берете элемент фильма и заполняете нижнюю треть панели. Потом обычно вы помещаете звезду вашего кино в центр с актерами поддержки в порядке убывания в соответствии с их популярностью. Или для крутого постера, такого как неуправляемый. Просто картинки с несущимся поездом было недостаточно для студии, так что им пришлось втиснуть головы Дензела Вашингтона и Криса Пайна. Фильм Крик и другие той же тематики слегка изменили схему. Плавающие головы на заднем плане и актерский состав расставлены как на ступенях внизу постера. Если это романтическая драма, тогда обычно это две плавающие головы, чаще всего над пляжем, или если это фильм Николаса Спаркса, это крупный план двух целующихся людей. Над пляжем. Теперь, если у Вас играют большие звезды, конечно же Вы хотите, чтобы люди знали, что они есть в Вашем фильме, но что если Ваш основной состав еще недостаточно известен? В 2007 году широкая публика вообще не знала, кто такие Шайла Бафф и Меган Фокс. Студия уже выпустила постер «Синий с оранжевым». За ним последовал постер с блуждающими головами, только потому что звезды фильма были относительно неизвестными в то время. Они поместили блуждающие головы роботов на постер. Да, потому что Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон — это основные персонажи. Иногда постеры с блуждающими головами еще тупее этого. На постерах для людей Икс Первый класс у Вас есть эти отличные черно-белые фигуры с очертаниями Магнета и Профессора Икс. Они выделялись за счет контраста между черным и белым. Этого не было достаточно для студии. Они должны были поместить туда головы Майкла Фассбендера и Джеймса Маккова, и это выглядело так, как будто это сделал старшеклассник, впервые открывший фотошоп. Насколько ленивы плакаты с блуждающими головами, следующие еще хуже. Это головы или лица главных героев со словами на них. Мне нравится Дженнифер Лоуренс, но что делает крупный план ее лица на постере «Дома в конце улицы», чтобы заставить меня посмотреть это кино? Постер «Семьей жизни» говорит мне о секрете и об Уилле Смите на главной роли. Энтони Хопкинс застрелил свою жену. Юпи Каэй, Мазер Раша. Бог грома. Куча слов. Ты узнаешь ее имя. Это до или после того, как мне нужно запомнить его имя. Я знаю это ТВ-шоу, но все же. Худшим из этого является ряд постеров с головой Сета Рогена. Я считаю, что он прикольный, но это лицо не добавляет мне желания смотреть этот фильм. Постеры стали такими плохими, потому что у них есть шаблоны и цветовые палитры, сделанные заранее, в зависимости от стиля фильма. У вас необычный инди-фильм? Лучше сделать все золотисто-желтым. Фильм о животных? Холодный синий, иногда в сочетании с зеленым, а иногда с белой полной луной. Экшен-фильм? Оранжевый и белый. Если вы не хотите использовать оранжево-белую комбинацию для своего боевика, вы всегда можете показать спину персонажа, когда он смотрит через плечо и обычно держит пушку. Новейший вариант – это парень, стоящий перед огромным препятствием, которое он должен преодолеть. Фильм ужасов? Крупный план глаза. Один такой постер для фильма «Глаз» имеет смысл, но для ключа от всех дверей? Для второго проклятия? У вас триллер? Светло-голубой, обычно сблуждающий головой, слегка наклоненный и часто с кем-то бегущим. Романтическая комедия или что-то с элементом секса? Всегда популярный кадр между женских ног. Говоря о романтических комедиях, обычно это два главных актера, стоящих спина к спине, с парнем, делающим полусонное выражение лица, с девушкой, хватающей его галстук или шарф, чтобы показать, что на самом деле она тут главная. Лицо с выделенными словами, прикрывающими глаза, обычно описывает драматический триллер. Есть несколько других, не таких распространенных в качестве заготовок, где группа актеров на весь постер, и обычно у одного из них есть футболка со слоганом фильма. Есть также такие, где актеры в рамке окружены большим количеством рамок, или вечно популярная мозаика. Оу, да, и Эдди Мёрфи по контракту обязан поднимать одну бровь на каждом постере. Итак, к чему нас это ведет? Проблема в том, что студия тратит столько денег на производство трейлеров, ну, не столько на сами трейлеры, сколько на то, к чему они привязаны. Например, 30-секундный ролик во время Суперкубка стоит 4 миллиона долларов. Поставить трейлер в прайм-тайм на ТВ и иметь показ в каждой рекламной паузе, это легко может доходить до миллионов. Так что к тому времени, когда студия выделяет деньги на постеры к фильму, они обычно дают художникам наименьшее количество времени и наименьшее количество денег, чтобы получить что-нибудь стоящее. Скучаю по тем временам, когда постеры и обложки были чем-то исключительным, что вы могли бы повесить в рамки на стене, а не просто скучный пятиминутный школьный проект в фотошопе. Сейчас есть фанатские постеры фильмов, которые собираются просто из ничего. Те минималистические. С ними немного перестарались, но некоторые из них просто потрясающие. Если оставить в стороне качество фильма, взглянить на это так, вы бы предпочли постер с рукой, вырывающийся из могилы в оригинальных «Зловещих мертвецах», или «Безвкусный постер» — самый ужасающий фильм, который вы увидите, постер рамейка «Зловещих мертвецов». Я предполагаю, что все, о чем я прошу, — это немного больше креативности, хотя бы намек на усилие, но я понимаю, что прошу об этом тех же людей, которые только что дали «Зеленый свет» этой замечательной жизни 2, потому что вот что нам нужно.